Глорекс красавчики. Куча мусора. Так и должно быть это по проекту. Но ничего себе. Смотрится, ну реально красиво смотрится. Вот даже не нужно здесь быть строителем. Стекла нет, доводчика нет. Смотрите, прикольно. Я даже не знал, что не крутится. Так и должно быть. На первый идет, на минус первый нет. Не так чётенько, как выше этажом. Всё, уже по гарантии нужно обращаться. О, а здесь есть. Забрал, установили на всё чётко. Ну и здесь аналогично. Вот уже пора по гарантии, соответственно, обращаться. Красивенько сделаны. Рыжавчины нигде нет. Смотрите, а деревья-то есть. Качество на высшем уровне. Смотрите, мне кажется, представлена вся линейка биотуалетов. Смотрите, асфальт. 5 баллов. Для меня это небезопасно. Огромнейший массив новостроек. Друзья, добрый день. Я Андрей Артёмов. Мы с вами в Красногвардейском районе у станции метро Ладожская, буквально 150-200 метров оттуда и уже станция метро. Сегодня я приехал, чтобы вместе с вами посмотреть жилой комплекс от Глоракс, который называется Глоракс Заневский. Заходим с вами на сайт уважаемого застройщика. Смотрим. Ладожская. 2 минуты. Ну, наверное, да. Быстрым шагом, если успеть, на зеленый сигнал светофора. Ну, она тут буквально 5 минут. Все, в принципе, быстро. Не будем тут докапываться. Глоракс Заневский. Яркий, динамичный проект, который оптимально вписан в активное городское пространство с его неумолкаемым ритмом. И очень много-много-много вот такого всякого маркетинга. Красивый рендер и все остальное. Значит, я уже здесь подготовился. Открыл, соответственно, проекты на сайте Министерства строительства Российской Федерации. Это апарт-отели, которые входят в единый комплекс жилого комплекса. Мы об этом чуть позже поговорим. Соответственно, из интересного. Смотрите. Сейчас скачаем файлик. Открываем. Обратите внимание, это информационное письмо. Говорится о том, что застройщик СЗ-развития уведомляет о том, чтобы разделили, соответственно, квартирный дом на дом и на, соответственно, апарт-отели. А нам нужно с вами проектное, вернее, разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот он. Загружаем и смотрим. Вот так выглядит обычное разрешение на ввод в эксплуатацию. В нем написана дата выдачи. В соответствии с 55-й статьей Городостроительного кодекса после разрешения ввод в эксплуатацию здание готово и безопасно для проживания. 27 июня 2024 года застройщик сдал, а госстроенадзор, соответственно, принял. Видим, кто застройщик. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. То есть это коммерция. Встроенным, пристроенным подземным гаражом. То есть это подземный паркинг тоже сдали. И объектом гостиничного обслуживания. Ну и как обычно подписал, кто Болдырев. Да, господин Болдырев. А вот лично мое мнение, если бы я рассматривал этот район для покупки, то я бы здесь не приобрел бы квартиру. Почему? Потому что, во-первых, огромнейший массив новостроек, огромнейшее количество студий и однокомнатных квартир. Если в частности взять Глоракс Заневский, который вот сейчас расположен за моей лысой головой, то, когда я вижу проект, в котором в части его это гостиничный комплекс, где будут постоянно сдавать все в аренду. Я вот, честно, не хочу в таком же. Для меня это небезопасно. Разные постоянные люди, большое количество там уходящих-приходящих. Ну как-то, знаете, мне лично будет некомфортно. Ну и, во-первых, смотрите, да, вот здесь вроде метро рядом, да, но ездят только на метро. Потому что Заневский здесь проспект, он достаточно плотный. Часыпик здесь очень плотный. Очень тяжело доехать, наверное, на метро. Быстрее доедешь, чем на собственном автомобиле или, не дай бог, на общественном транспорте до центра города, к примеру, там Новочеркасска, Александра Невского и так далее. Хотя, в принципе, место достаточно такое интересное в плане близости до центра города. Ну вот, видите, это мое личное мнение по поводу этого комплекса, вот такой начальной, да, покупки-непокупки, но, конечно, решает каждый сам для себя. Ну и второй для меня момент, я понимаю, что, учитывая квартирографию застройщика, уважаемого Глорекса, то, соответственно, я понимаю, что будут сдавать и продавать постоянно эти квартиры. На сегодняшний день, сегодня у нас 30 июля 2024 года, вторник. Однокомнатная квартира здесь стоит от 12 миллионов рублей в чистовой отделке. Если посмотреть, обратить внимание на апартаменты, то они стоят от 14 миллионов 400 тысяч рублей. В эти деньги можно уже купить готовое жилье, а здесь его большое количество, ниже на 2-3 миллиона с чистовой отделкой, с бытовой техникой, мебелью и всем остальным. Мы, кстати, тоже здесь есть в хорошем комплексе в продаже однокомнатная квартира, поэтому намного интереснее ее приобрести, нежели приобрести здесь еще, вкладывать деньги, соответственно, в квартиру, чтобы поставить кухню, все остальное, чтобы либо сдать в аренду, ну либо, соответственно, если будете продавать, то лучше ничего не делать. Итак, пойдемте внимательно смотреть, как же застройщик сдал этот комплекс, что с ним на сегодня и, соответственно, как он передает квартиру, если получится туда пройти. Ну а вы меня, друзья, как обычно, поддержите лайком, репостом и своим комментариям. Погнали. Станция метро Ладожская, Ладожский вокзал, все, друзья, здесь в шаговой доступности платформа, вот такой торговый, торговый офис и столовая, чего здесь, в общем, только нет. Вот мы видим с вами Глорок Заневский. Знаете, вот если кто-то из вас был на Васильевском, тот очень похоже, только вместо золотых панелей здесь такие-то кирпичные, да, наверное, цвет или кораллы, как это правильно. В общем, пишите на такие, как правильно называется этот цвет. Ну что, первое, мы с вами видим, что в сданном доме, в соответствии с проектом, раз получили разрешение на завод и эксплуатацию. Ну, во-первых, тротуар не доделали так по проекту. На колонны, обращаю ваше внимание, что торчит утеплитель, почему-то до сих пор нет отделки. И лично для меня, конечно же, это странно видеть такое, а в завершённом сданном строительстве. Ну, смотрите, да, асфальт. Пять баллов. Здесь мы видим, что колонны круглые, их утепляли, а монтажная присутствует пена. Ну, вот всё по технологии, как вот здесь торчит утеплитель, нормально, панелями закроют и вы потом ничего не увидите. А сейчас на фасаде виден альпинист, который монтирует фасад, очень интересный. Утеплитель, рабочие, лодочка с мусором, а знак покосившийся 5 км в час. А здесь уже машины паркуются на местах для инвалидов. Так, издалека что мы тут видим? Да, окна не отмыты. Обратите внимание, как всё достаточно плотно, потому что это коммерческий объект. Огромное количество разных туалетов. Зелёные, серые, белые, жёлтые. Мне кажется, представлена вся линейка биотуалетов на этом объекте. Первые этажи тоже всё в грязище, всё закрыто. Но самое главное сдать и получить деньги со скроу-счетов. Зато большая вывеска, отдел передачи ключей, глоракс и так далее. Фасад смотрится красиво. Эта сторона, конечно, очень близко к соседнему корпусу. Но сразу отмечу, что большие световые проёмы, очень много будет света. Это у нас лоджии с такими, как назвать, наверное, французскими балконами, да, правильно, практически. Куда можно, конечно, выйти, но там, знаете, ничего особо не поставишь, потому что они достаточно маленькие и узенькие. Вот это, понятно, территория, видно, не застройщика, здесь ничего не сделано. А тут просто, вы обратите внимание, провалился асфальт. Качество на высшем уровне. Смотрите, красота. Ну, ничего, вот это всё закидают и потом всё будет нормально. Главное нам сдать и передать. Шикарный вид. Мешками закрыли, чтобы, соответственно, свет туда видно не палил. Напротив автобусный парк, рядышком здесь окей. То есть, понятно, будут ездить автобусы, ну, вернее, автобусы будут ездить, постоянно фуры, которые приезжают вот в окей, есть либо с этой, либо с другой стороны. Они подъезжают, а, вот у них там справа подъезд. Вот, вот видим, поливают деревья. Смотрите, а деревья-то есть. И трава красивая. Причём, смотрите, раз, знаете, такое ощущение, что я пришёл на поле. Давайте смотреть внимательно на фасад. Плиты. Кляймеров не видно. Вроде как всё ровно. Смотрите, какой обратите внимание на щельник. Вот знаете, он такой, как будто парит. И вот смотрится намного лучше, чем это делают у большинства других застройщиков. Красиво смотрится. Вот здесь лампа освещения. Представляю, как свет расходится вечером в тёмное время суток смотрится красиво. Здесь, наверное, должна была быть видеокамера, которую не установили. Технология мокрого фасада. Это когда на стену крепится утеплитель, сетка, штукатурка. И потом это всё окрашивается. Видим, времянка электричества. Так и должно быть в данном доме, в данном проекте. Ну, вроде так, фасад пока нормально. Ничего тут не упало. Да, зеленение, смотрите, тут и какие-то аромашки. Такие более жёлтые. Ну, травы целая куча. Поливает, конечно, красота. Вот реально, знаете, пришёл такое какое-то красивое-красивое зелёное поле, ещё и с деревьями. Здесь мы тоже видим деревья, нормальный асфальт. Вот для сбора мусора. Обратите внимание, она низкая, не трёхэтажная, как у некоторых застройщиков. Здесь всего лишь почему-то два бака, хотя ещё она разделана по два. Под дерево смотрится красиво. Вот дополнительные баки почему-то стоят на стоянке. Лодочка. Красивая ограждающая конструкция. Система допуска. Вот видите, обрати внимание, что всё должно автоматически открываться. Красивенько сделано. И ржавчины нигде нет. А я вижу себя. Вот это круто. Пин-код, вызов, консьерж. Кто это у нас? Акувокс. И вот ещё один. Так, вот что у нас? А, тут у нас закрыто. Пошли дальше. Подземный паркинг. Тут тоже, в принципе, неплохо сделана территория у коммерции. Скамейка, урны. Вход в окей. Прямо в шаговой доступности. Можно сходить за продуктами. Церковь. Вот она. И вот здесь, кстати, шума практически уже нет от дороги. Брусчатку красиво сделали. Вот тут, видите, тоже установили мачту фонаря, но что-то колпачки забыли поставить. Так видно по проекту. Ну, с коммерцией понятно. Да, это не к застройщику. Они тут делают свои... А, это не делают ещё. Это их подрядчики здесь находятся. Ростелеком. Ответственный Айк. И номер телефона. ООО СПБПМ. Ответственный Юрий. Передеваются, едят всё у них там. Тут фасад. Вроде пока тоже всё в порядке. Ну вот, кстати, две секции соединяются. Между ними проложили, чтобы не было видно щели, такой мягкий материал. Типа, знаете... Типа как кровельного. Ну, такой потоньше, такой пластиковый, мягкий. Ну, вот могли бы сделать, конечно, нащельник. Наверное, смотрелось бы по-другому. Так, ну что, вот получается вся территория. Территория, на самом деле, достаточно небольшая. Но даже вот здесь, с улицы, обратите внимание, как нормально сделать застройщик изединения. Очень приятно. Смотрите, какая здесь красота. Чем-то мне напомнила пик в Москве, обзор которого есть на канале. Вот, смотрите. Тут всё посыпали, набивное покрытие. Смотрится красивенько. Спортивная площадка. Вот, я, знаете, просто не знаю, кто-то будет спортом заниматься. Но у нас положено, поэтому, соответственно, это спроектировано и сделано. Третий подъезд. Квартира 103-158. Дверь открыта. Обращаю внимание, что всё в уровень землёй. Ну, вот есть такой небольшой порожек. Ну, в принципе, в нынешнем положении вещей это мелочи. Здесь почему-то герметиком подмазали, не знаю для чего. А в фонаре какой-то тёплый криво установлен. То есть он немножечко наискосок. Ну, смотрите, какое качество камеры. Смотрите, как всё видно вообще круто. Блин, молодцы. Почти ровно панели подрезаны. То есть можно было чуть ровнее, но это особо в глаза не бросается. Но зато вот видно, что, смотрите, вот здесь плитку скололи, когда монтировали. То есть что-то здесь… А, светильник, наверное, тоже должен быть. Вот уже пора по гарантии, соответственно, обращаться для того, чтобы это всё заменили. Заходим. Положили линолеум, видно, чтобы ничего не раздолбили. Здесь у нас обычная щётка, чтобы вот так вытереть ноги. И, друзья, сразу из плюсов. Ну, во-первых, красиво смотрится плитка. Не знаю, вот застройщик или управляющий компания передал, закрыли это всё, чтобы не убили. И вот здесь достаточно большой ход. Чем это хорошо, друзья? Тем, что когда у вас есть дети, у вас есть коляска или вы ещё тащите крупногабаритную, вы зашли в первую дверь и вам не нужно держать одну дверь, чтобы ничего не сломать, чтобы она коляску, грубо говоря, не прищемела. И вы проходите дальше. То есть она закрылась, открыли эту и пошли вперёд. Доводчики для удобства уже, конечно, демонтированы. Здесь тоже вся отделка закрыта, высокие потолки. Колпачки с пожарных и датчиков они сняли. Так и должно быть. Это всё согласно проекта. Идём дальше по коридору и попадаем с вами в лифтовой холл. Два лифта. Грузопассажирский. Отис. И, соответственно, пассажирский. Какая-то у нас комнатка дополнительная, возможно, санузель. Нет, это типа, я даже не знаю, что это. Кладовка, наверное. Но чётенько смыть, как дверь. По-модному, по-современному. Большое зеркало, ламели. Потолок выкрашен в чёрный. Но почему-то не все они смогли гофры выкрасить чёрным. Надо было тоже это всё закрыть. Чтобы смотрелось симпатичнее. Ровная стенка. Вот это мне нравится, что просто окрасили. Ровно смоется красиво. Алюминиевые двери. Это у нас выход во двор. Потом туда зайдём чуть позже. Почтовые ящики. На стенке вот так вот декоративные панели. Смотрится реально красиво. Ящики тоже почтовые смотрятся красиво. Даже несмотря на то, что, знаете, вот такой шрифт специфический. Можно было сделать чуть жирнее, но, в принципе, и так нормально. Два ящика для систем пожаротушения. Здесь у нас в соответствии с нормативом отсутствуют и подключённые пожарные рукава, и муфта. Да, конечно, так себе. Смотрите. Вот должно ли это так быть? Нет, не должно быть. Ну, хотя бы зумер работает. Ну, и здесь аналогично, да. Вспоминаю, как подписчик написал о том, что... Чего-то они такие... Да, шкаф какой-то такой. Подписчик написал, что когда приходит МЧС тушит пожар, они даже этим не пользуются. Но вот у нас почему-то до сих пор всё проектируют. Конечно, очень странное решение. Тут есть скамейка. Тут тоже вот такая есть скамейка. Всё. Закрыли пол, линолеум. Считаю, правильно сделали, чтобы не убили. И, кстати, линолеум смотрится красиво. Здесь у нас указатель этажности. Паркинг, лобби, этажность. Вызвать можно лифт. Открывается лифт. Обратите внимание. Блин. Горекс. Смотрит мои видео. Он вот так. То есть очень удобно сюда за... Чтобы заходили длинномерные предметы. Это отис с режимом генерации. Наверное, да? Энергия или нет? Нет. Пока нет. Нет. Подсветка красиво смоется. Плёнку до конца плохо сняли. Эти куски видны. Обшивка аналогичная, беленькая. Вот смотрите. Сразу не строительный вагончик. Обычная тонкая ДСП. Да? Или УСБ. Здесь оргалитик. Всё беленьенько, красивеньенько. И, кстати, здесь не душно. Ну, в принципе, и на улице сегодня не так жарко. Есть правило пользования лифтов. А куда позвонить? Четырнадцатый этаж. Разговаривает. Выходим. Лиф, кстати, приехал быстро. Здесь есть указатель. Здесь есть четырнадцатый этаж. Видно, они такую шрифт выбрали. Видите? Такой специфический. Ну, в принципе, смотрится красиво. Забралось. Сделано хорошо. Обращаю внимание на отделку. Что, знаете, вот здесь не стыдно. Что первый этаж красиво. За антивандальным ограждением. Что, соответственно, крайний этаж. Смотрите, вот мы взяли последний. Всё в плиточке. Красивенько окрашено. Можно только докопаться вот до таких мест. Что надо будет чуть аккуратнее. Здесь просто почистить, убрать. И всё будет красота. Ну, такой, знаете, марафетик навести. Здесь, соответственно, управление лифтом здесь, управление лифтом здесь. Смотрится тоже всё неплохо. Плёнку только до конца бы доснимали. Всё хорошо. Потолок смотрится красиво. Вот эти панели. Освещения здесь хватает. Дверь металлическая. Здесь есть стекло. Сразу видно, кто входит, кто выходит. Напомню, это проект по заявлению застройщика бизнес-класса. Заходим. У нас Г-образный коридор. Стенка чёрного цвета. Вот это даже я не знаю, какой цвет. Какой-то такой середине-фиолетовый переливает. Бежевый. Двери смотрятся красиво. Нумерация. Глазок. Два замка. Широченная дверь. Больше метра. Широкий коридор. Здесь у нас оборудование. Вернее, коллекторы, соответственно, для отопления. Лестничный марш. Да, сюда чуть позже выйдем. Но вот смотрите, красивенько. Красиво. И чисто. То есть здесь всё они намыли. Даже можно закрыть глаза на то, что они там ещё какие-то ремонтные работы ведут. Забрало установлено всё чётко. Молодцы. Здесь есть вот такая красивая подсветочка. Красиво смыться. Обратите внимание, вот она по периметру идёт. То есть так по-модному. Здесь забрало также установлено. И обратите внимание, они чёрного цвета. И даже саморезы чёрного цвета. Вот кто-то может. Сразу видно электричество. Тут у нас открыто можно посмотреть. Это слаботочка. Провода, конечно. Вот здесь, знаете, вот открываешь и уже другой вид. Просто как-то так все накиданы. Почему не в карабах? Почему не в гофре? Тоже, знаете, честно говоря, непонятно. Вот это скруточка, изолента. Наше всё. Интернет, понятно. Тростелекомы. Здесь есть мусор. Ну вот, не знаю, почему не убрать, чтобы здесь было чисто. Вот здесь тоже вот это что? Арматура торчит из стен. Тоже так и должно быть по проекту. Небольшое всего лишь количество квартир. Получается у нас раз, три квартиры на площадке. Площадка здоровая. Понятно, что здесь большие квартиры по площади. Вот тоже, смотрите, чёрные ящики. Вот нашли же смогли с белыми ручками. О! А здесь есть. Вот почему так. Вот здесь смогли, на первом этаже не смогли. Так, зумер работает. Да, друзья. Кстати, есть, обратите внимание, ограничители дверей. И есть вот такие красивые звонки. Электростандарды. Не знаю, кто это производитель. Возможно, наши. Красиво. Выходим с вами на переходной балкон. Здесь тоже стекло. Здесь тоже у нас ограничитель двери. Работает? Да. Вот, скоро он помрёт. Ох, какая здесь духота, друзья. О! Всё, уже по гарантии нужно обращаться. Это 14 этаж, уважаемый застройщик. Посмотрите мое видео, придите и справьте, пожалуйста. Что ж такое-то? Нормально открывается. А вот это верхнее падает. Здесь тоже стекло. Больше света. Выходим. Ой, как здесь хорошо. Двор. С высоты смотрится красиво. Не хватает мне лично деревьев. Фасад смотрится красиво. На крышах всё чистенько. Окей. Вот прямо граничится минимальное расстояние. А это бизнес-класс. Комфорт, да. Но бизнес, не знаю. Мне кажется, он не дотягивает. Как вы считаете, дотягивает он до бизнес-класса? Просто назвали и влепили ценник. Выходим. У нас здесь лестничный марш с мусором. Дверь открыта. Можно выйти к кровле посмотреть. Ох ты, смотрите, как у нас тут прикольно. Здесь, значит, окна. Веревка, видно, это как раз для альпинистов. Вот, кстати, вот эта вентиляция. За счёт потока воздуха вот так раскручивается, даёт избыточное давление и начинает что-то вытягивать. Ну, это, знаете, такое чуть лучше стандартное, но на 100% вообще она не будет работать, если нет механической вентиляции, которая работает постоянно, принудительной. Здесь видим подставки, плитки почему-то не хватает. Ну, вот здесь, знаете, какая-то грязь есть. Видно, что на кровлю краска нападала и всё остальное. Вот. Я не знаю, зачем здесь вот такой делать отлив, если, может, было проще делать гидроизоляцию. Здесь вот окна помыты плохо. То есть, ну, здесь они, знаете, видно, особо не старались. А что здесь, стараться, сюда никто не будет заходить. Будет всё закрыто от управляющей компании, и так нормально. Герментиком прошлись. Ну, вот есть вот такие места. Вот, видите. Обратите внимание, вот она щель. Это мокрый фасад. Вот туда будет попадать влага, потом это всё будет отваливаться. Годик-два подождите, и здесь будут разрушения. Если это сразу не исправить, по гарантии надо уже писать. Здесь мы видим стекло одно есть, второе сломано. Уже нужно обращаться по гарантии. Плюс, нощельника нет. Вернее, штапика. Так. Вот здесь железку зачем-то на проволоку привязали. А перед сдачей должны были это всё испытывать. Нет здесь никакой таблички. Её обычно никто никогда не снимает. Здесь просто её нет. Ну и, конечно, грязи очень много оставили. Уклонка здесь есть, только непонятно, куда это всё уходит. Или вообще здесь вода будет стоять. Лестничный марш. Широкий. Ограждающая конструкция. Просто держится монументально. Вот обычное окрасили. Смотрите, как красиво глянцевой краской. Датчик света. Светодиод. Есть плитка. Лестничный марш с завода. Есть ограничитель двери. Вот видите, он уже вот такой вот. Всё. Они его не закрутили. То есть, а в стяжке он держаться не будет. Его нужен бетон, чтобы он ушёл, этот анкер. То есть, они все через какое-то время будут не в рабочем состоянии. Даже есть этажность. Давайте выйдем на тринадцатый. Здесь немножечко строительного инвентаря. Ох, а здесь раздушно. Вот тоже, да, гриля-то есть. Колпачок не сняли. Кто его потом будет смыть? Да никто не будет смыть. Вот здесь снят, там не снят. И вот она, видите, вот здесь не смогли состыковать, ровно сделать. Ну, в принципе, ладно. Но вряд ли, кроме меня, будет кто-то наверх смотреть. Хотя, я считаю, все должно быть ровно и красиво. Ну, а здесь все аналогично. Пойдемте попробуем, испытаем удачу и поедем на минус первый этаж. Держится крепко. Тут тоже тринадцатый этаж, все четенько. А вот здесь, кстати, не так четенько, как выше этажом. Вот даже риски от карандаша остались, не удосужились стереть. То есть хотя бы, знаете, герметиком бы в цвет прошлись, уже бы смотрелось бы получше. Плиточка, затирки везде хватило. Уголок красиво смотрится. Уступчики есть. Тринадцатый этаж, пассажирский лифт, чуть меньше. О, и пассажирский, и груза пока на минус первый не идет. На первый идет, на минус первый нет. Ладно, попробуем вызвать грузопассажирский лифт. Тоже отис, тоже смотрите, как все, обратите внимание, закрыто. Вот такая вертикальная подсветка, подсветка сверху. Лифт смотрится, кабина красиво. Молодцы. Ну, в общем понятно, да, что на минус первый мы с вами навряд ли приедем. Грузопассажирский лифт, пробуем здесь. Потому что паркинг у застройщика, как я полагаю, да, он не доделан. Поэтому вот ключи. Ну то, что так панель трясется. Так и должно быть. Вот эта кнопочка один. Смотрите, прикольно. Я даже не знал, что не крутится. Можно вот так сделать, можно вот так, смотрите. Прикольно, да, ребята, друзья? Выходим. Так, 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 ну-ка. Еще десять плюсов. Обратите внимание, датчик с самого верха до самого низа. Это тоже плюс. Ну что, друзья, давайте выходим с вами во двор, посмотрим этот двор. Можно поиграть в шахматы, в шашки. Карадьярьев. Брусчаточка. Здесь что-то, обратите внимание, немножечко провалилась. Даже отсюда смотрится фасад красиво. Деревья есть, но их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Все лишь на этот двор как-то маловато. Смотрите, здесь просто в прятки можно играть. Вот реально спрячешься в этом лесу, в таком озеленении тебя не найдут. Ну, а обратите внимание сами на зеленые, на озеленение. Входные группы с уровнем землей. Включена подсветка, видно. Двор смотрится красиво, приятно. По фасаду интереснее вот эти литера смотрятся. Ну а так здесь, в принципе, молодцы. Вот было бы чуть больше деревьев. Да? Ну-ка, а что у нас у застройщика на рендерах? Вот улица. Вот внутри двор. Смотрите, сколько деревьев. Что-то их здесь на одном только рендере больше, чем площадки. Смотрите, как смотрится по-другому совсем. Ну и вот посмотрите то, что вот здесь. Уважаемый застройщик, а что вы жулиете-то? Почему рендеры рисуете одни? А по факту здесь совсем все по-другому. Интересно, здесь сделали песочницу. Просто огромная такая, скажем, поляна. Все в песке для детей. И вот если что, там вот туда может птичка, собачка, ребенок заползти. Тоже странно, почему здесь никакого ограждения тоже они не сделали. Делали-делали, как говорится, не доделали. Плассад смотрится красиво. Здесь даже смотрите, обратите внимание, саморезики в цвет. Еще непонятно, это вход в коммерцию или куда. Да, тяжело, когда нет указателей. Фиг поймешь вообще, куда вход. Вот, к примеру, сюда можно зайти. Плитка. Ограждающая, причем, кстати, ограждающая конструкция отмыта. Здесь только немножечко мусор, клинга не хватает. Обратите внимание, вот они. Таскали-таскали. Куча штрихов таких на плитке. Все нараспашку. Как же без камушка. Стекла нет, доводчика нет. Тут вообще какая-то грязь и разруха внутри. И вот этот металл, почему не черного цвета, а серебристого, смоется уже совсем по-другому. Тут аналогично все открыто. Ручки демонтированы. Потолка нет. Тут, видите, укрывали, ничего не сняли за собой. Склад. Широченный коридор. Вот они, апарты. Номерной фонд. Достаточно низкие потолки. Грязные обои. Да, прикольно. Еще душевую этот, ограждающую конструкцию не поставили. Вот видно, тут работать и работать, и клининг еще нужен клининг. Но зато вот вид прекрасный на вокзал. Вот тоже, да, почему такой широкий коридор. Здесь до сих пор тоже нет никакого покрытия. Тук-тук, зайду. Двери большие. Ламинат. В санузел с окном. Обратите внимание, что здесь еще работать и работать. Вот здесь, смотрите, как круто. Пеной просто. Ну, назовем это по-русски. Дырку закрыли. И все, будет натяжной потолок. Чтобы вы этого ничего не видели. Потом не удивляйте, когда вас будут слышать соседи. Если вы здесь когда-нибудь остановитесь. А, вентиляция. Ну да, все сделано просто, чтобы натяжной потолок закинуть и все. Обои под окраску. Вот они их окрасили. Я не знаю, чего так окрасили, что все белое видно. Розетки-выключатели. Подводка воды. Прекрасный вид. Подоконник просто по нему ходили и убили. Здесь, смотрите, своя собственная терраса. Ну и, конечно, прикольно вот эта комната. То, что здесь вот такой, скажем, панорамный вид во двор. Понимаете, все в плитке. Вот даже не нужно здесь быть строителем, чтобы просто понять качество проекта и объекта. А почему здесь всего лишь раз-два-три-четыре слоя гипсокартона? Вон деревяшку прилепили для потолка. Наверное, что-то крепить будет, да? Почему четыре слоя гипсокартона, застройщик? Почему не двадцать четыре? Ну-ка, а что здесь интересно? Пустота и утеплитель. А вот это уже плесень пошла черная, вот она. Ох! Обратная тяга, да. Вот это застройщик так сдал. В экспертизе так написано. Потому что все начинает течь. Была гарантия, и они вытащили утеплитель. А, ну стяжка шикарная. Друзья, ну это, конечно, просто жесть Мэти. Там был просто беспредел. Мы все это, друзья, построили сами. Почему об этом, сразу никто не подумал. Конечно, качество. Это обычный подъезд. Немного мне непонятно вот это решение. Блин, черный саморез один. Видно здесь, видно здесь. Ветер поднимает песок, это все летит вам в окна. Мне радовать. Странно как-то, конечно. Здесь с панелями, к сожалению, аналогично. Вам обещают. Здесь у меня уже палец влазит. Не смогли. Смотришь вот здесь на стык панели. Здесь вообще примыкания нет, улицы видна. Golden City. Да, отлично. Вот это обои уже, смотрите, все. Если бы не планка под натяжной потолок, они бы уже отвалились бы. А вот, кстати, сам потолок. Вот так выглядят апартаменты на сегодня. Видите, тоже вот так смотришь, все это некрасиво. Потом все панелями будет закрыто и совсем будет другой вид. Еще лестника наверх. Давайте пойдемте на третий этаж. Полагаю, тут все будет одинаково. Лестничный марш не отмыт. Здесь тоже куча пыли строительного места. Смотрите, как смотрится классно. Вот тоже панель есть. Было бы стекло, было бы больше света. Электропровод, наверное, да? Электричество вот так по временочке. Малярный скотч везде. Нафига вот так сдавать? Я, честно говоря, не могу понять, как это вообще так. Тут инженерные сети идут по потолку. Он на достаточно низком уровне. Но самое крутое, это вот расстояние коридора. Ширина коридора. Щетчики на воду. Канализационная труба. Специфическое решение, конечно. И ручки классные. Тут тоже на щетчики на воду. Да. Потолок понятно, что потом закроют панелями. Вот у нас лоботочечка. А, это подсветка, простите. Странно, странно. Как говорится, код еще не валялся. Тут еще работать и работать по отделке. Даже есть указатели. Ну ничего себе. Так, ну ладно, тут все закрыто. Пойдемте смотреть дальше. Жилые объекты. Тут все понятно. Лифтовой холл. Большой такой светильник. Достаточно большой. Видеонаблюдение. Тут что-то не подключено. Те же лифты отис. Ну и все вроде как. Да? Поднимайся выше. Друзья, не знаю, это же какой-то этаж. Потому что никаких нет указателей. Ну давайте сюда, к примеру, выйдем. Есть кто апарта купил? Пишите в комментарии. Так. 501 по 525. 520 по 524. Тук-тук, мы зайдем. А здесь с отделкой все намного интересней. Есть ламинат. Двери красиво смотрятся. Вот он обычный классический номер. Здесь уже все чище. Вот видите, панелью все закрыли. И не видно все безобразие, которое там было. Клининга сильно не хватает. Электрика. Кухня еще не смонтирована. Видно, все потом будут делать. Система пожаротушения. Кондиционер, вывод. Санузел. Инсталляция. Раковина. Граждающей конструкции нет. Ну а так, в принципе, неплохо. Да? Как вам? Так, тут все закрыто. Одна. Ну вот еще одна. Тут все аналогично. Понятно, что сюда приехал, взял в аренду, огромная площадь тебе не нужна. Вот здесь будет кухня. И будет, соответственно, спальное место. Все. Вот такая маленькая студия. Однушечка. Однушечки здесь, напомню, 14,4 стоит. А здесь, полагаю, их найти-то тяжелово-то будет. Да, студия. Вот иду, одни студии, друзья. Одни студии. Студия. Студия. Так, где однушка-то хоть одна? Ага, вот. Нет, это не однушка, это какая-то большая. Да, планировка, конечно. Ну вот здесь гостиная. Обратите внимание, как здесь круто, какой крутяцкий вид на, соответственно, ладожскую. Панорамную, я бы сказал. Да, везде такой одинаковый светильник. Здесь что у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Ванна. Здесь она намного больше. Здесь у нас жилое помещение. Ну, вернее, не жилое, но здесь будет кровать. Розеточная группа. Я даже не знаю, куда вот сюда ее, что ли, поставят. Или сбоку вот сюда вот так поставят. Тоже странно, конечно. Помещение такое специфическое. И здесь тоже обратите внимание, с каким видом. Вон, видите, альпинист лазает, фасад чинит. Вот то, что упало и сломалось. Ну, вот так. Как считаете, сданы апартаменты или нет, друзья? Напишите в комментариях. По документам все сдано. Такой шикарный коридор. Как мы видим, тоже здесь все сделано. Ходят горничные. Есть напольное покрытие. Тут тоже все сделано. Иду, даже не знаю, где выход ни одного указателя. И студии, 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 студии. Ну, когда доделают домой, да, здесь будет прикольно. И огромная конкуренция тем, кто купил квартиры и все остальное. Кстати, застройщик обещает доход на два года 60 тысяч рублей. То есть, считайте, вы за четырнадцать с половиной миллионов рублей приобрели здесь однушку с мебелью и техникой минимальной. И шестьдесят тысяч рублей за год, это сколько получится? Шестьсот, семьсот двадцать тысяч. Семьсот двадцать плюс семьсот двадцать миллион четыреста сорок, да? Не ошибся я. Ну, и считайте, четырнадцать эти минус, там, миллион эти минус, полтора эти миллиона, грубо говоря, да? Сколько получать? Тринадцать миллионов рублей. Когда можно за одиннадцать, за двенадцать приобрести уже готовый объект и просто его сдавать самому. И это будет намного, мне кажется, выгоднее, нежели чем покупать в апартах, вообще в любых апартах, где типа гарантированный доход. И не забывайте, с этого еще налог нужно заплатить. ИП шесть процентов, да? Физлицем тринадцать процентов. Вот вам и бизнес. Плюс еще обслуживание оттуда, ремонт, еще что-то. Так что, да, такая специфика. Но для меня из минусов это недостаточное количество деревьев и несоответствие рендерами. А так, в принципе, озеленение достаточно неплохое. Если бы было в Питере немного холоднее, здесь, наверное, даже было бы нормально. Так как у нас уже достаточно тепло, температура за 30 градусов летом достигает, то, конечно, хотелось бы, чтобы было больше здесь озеленения. Так, еще у нас какой-то впереди подъезд, дверь открыта. Знаете, почему у вас потом поцарапаны двери? Потому что вот так. А здесь грунта не хватило. Видны направляющие под фасад. Здесь, соответственно, с коляской заходить, ну, совсем как-то не комильфо. Это, похоже, офис у них, да. Это у нас выход на лестничный марш. Понятно, что сюда с коляской не пойдешь. Спуск в паркинг, да. Тут закрыто. Асалам алейкум. Пятый подъезд. Квартира 247-370. Тоже обращаю внимание, что в уровень землей. Заходишь в этот тамбур. Здесь тоже есть система допуска. Смотрите, как круто все снимает в таком хорошем качестве. О, друзья, смотрите. Глорок Заневский. И вот здесь вот есть отделка. Смотрится, ну, реально красиво смотрится. Вот такой большой хороший холл. И причем удобный. Но за минусом того, что придется дверь. Вот реально, чтобы она была всегда открытая. Потому что, ну, когда ты ходишь туда-сюда, сдаются в аренду. Ходят постоянно разные люди. Ну, дверью хлопот постоянно надоест. Почтовые ящики красиво. Отделка смотрится красиво. Здесь все намыто. Ламельки сделали под дерево. Тоже красиво. Два отиса. Давайте вызовем с вами лифт. Грузопассажирский. Ага. Вот здесь он уже вот так. Вот здесь будет неудобно. Ну, конечно, минус первый-то едет. Тоже не едет. Так, поехали на самый верх. Антивандальная отделка. Тоже все беленько, красивенько, прикольненько. Камеру я, наверное, повернул бы. А может быть и видно. Ну, а вот здесь сразу, знаете, вот все вот. Вот это все будет истыкано из урода. Но почему? Да потому что неудобно длинномерные и крупногабаритные предметы затаскивать такой лифт. Четырнадцатый этаж. Кстати, нормально разговаривать, не громко. Музыка не играет. О, четырнадцатый этаж. А вот здесь, смотрите, шриф какой-то пожирней. Квартиры какие забрал, сделаны хорошо. Ну, вот здесь так себе примыкание сделано. Тут потолочек немножечко отошел. Он какой-то здесь кривенький. Кривенькие панельки сделали. Пленочку здесь забыли снять. Ну, а так неплохо, не считая того, что душно. Заходим. Вот здесь почему-то, знаете, сразу просится нумерация. Здесь ее нет. Обращаю внимание, во-первых, здесь душно. А вот оголенные провода есть. Здесь вот выводы тоже сделаны, но почему-то ничего нет. Так, это у нас что такое тут? Тук-тук. Здравствуйте. Мы зайдем. Тут уже высота потолка выше. Видна белая отделка. Тут видно, что рабочих разлилось. Здесь большая по площади квартира. Ну, а здесь даже терраска есть. Можно выйти на террасу, друзья. Вот, смотрите, как подоконник. Вот высота его. Пенкой потом залют. Подоконник сверху нормально. Так. Ну, ничего себе. Прекрасный вид, прекрасный вид, друзья. Смотрите. Мечта. Мечта. Понятно, что парк не уберут, коммерцию тоже не уберут. Железку не уберут. Окей не уберут. А если только демонтируют все старые советские панельки, вот эти, и здесь будут огромные высотки, это вполне возможно будет в дальнейшем. Но вот на данный момент, обратите внимание на вид, и вид здесь прекрасный. И очень хорошо, что здесь есть окей, потому что он низкий. И чем выше у вас, соответственно, этаж, тем у вас более интересный вид. Ну, вот такое стекло каленое. С такими просветами. Вот можно, знаете, так. К соседям. Вань, привет, как дела? Есть соль? А я тебе спичек дам, отсыплю. Так, вот так. Как вам? Трубы тоже красиво смотрятся, смотрите. Две новые, одна старая. Ну, ливневочка есть. Выходим с вами обратно, как заходили. О, как здесь душно. Ага, это кухня, вентиляция, счетчики. Ну, это просто куча мусора. Так и должно быть, это по проекту. Это все сдали, друзья. Полотенцесушитель. Штукатурка цементная. Гидроизоляция видна. Тут такая небольшая комнатка. Тут тоже выход на террасу. Здесь еще есть большой санузел. Душно здесь очень, очень душно. Вот такой красивый коридор. Полностью соответствует проекту. Тут, как говорится, даже к бабке не ходи. Должна быть вот такая лампочка Ильича. Оголенные провода. То есть здесь даже вот то, что электрика видно есть. Ну, так. Вот так это у Глорокса, друзья. Это все сдали. Напомню, что все сдано. И паркинг сдан. И апарты сданы. И жилые. Квартиры тоже все сданы. Выходим с вами на переходной балкон. О, здесь смотрите какая красота. Все по проекту. Ограждающая конструкция держится крепко. Переходной балкон широченный. Выходим с вами на лестничный марш. Тут скотч забыли снять. Клининга вообще просто его нет. От слова совсем. О, закрыто. Так, ну что. Пойдем спустимся пешком. Хочется еще паркинг посмотреть, да, друзья? Смотрите, плитку уложили. Просто трындец. А потом знаете, удивляетесь, почему плитка поколота. А потому что качество такое. О, Глорекс, красавчики. Лестничный марш просто на 5 баллов. Вот знаете, я никогда не понимал, почему это все было не укрыть. Для того, чтобы потом не мучиться всем самим. Зато датчик на движение есть. Какой-то этаж. О, как на улице это хорошо. По сравнению с помещением. Такая духота трындец. Ну, а тут тоже самое. Обратите внимание. Датчики. Попачки все на месте. Двенадцатый этаж. Вызываем лифт. Ну, тут открыто. Ну-ка, давайте взглянем. Тут уже нумерация квартир появилась. Электрика. Лампочка лича. Прикольно. Делали-делали и не доделали. Сим-сим откройся. Минус первого. Нет, никак. Первый этаж. Ну-ка. О, а здесь кнопочка не крутится, друзья. Не крутится. Вот. Что-то панель такая, знаете, жиденькая, да? Ну что, пойдемте. Попробуем пройти в подвал и в паркинг. Очень интересно. Он же сдан. Значит, надо смотреть. А вы меня обязательно поддержите комментарием и лайком. Кстати, у меня есть группа в Телеграме. Там все открыто. Пишу про новостройки и можно комментировать. Ничего не удаляется. Так что присоединяйтесь. Первый этаж. Ох, аж уши заложило. Быстро открывается дверь. Здравствуйте. Выходим. Блин, ну вот тут красота. Красота, смотрите. Практически панорамное окно вот на такой красивый двор. Кра-си-во. Да, друзья? Да, тут такой двор шахматистов. О, стул для тенниса. Вот это классный теннис. Я люблю. У меня даже ракетки есть и мячик. Огрызающие конструкции привезли. Для того, чтобы не парковались. Где не надо. И вот обращаю внимание, как выглядит входная группа. Смотрите, да? Все сдано, все доделано. Все в соответствии с проектом. Да, друзья? Как считаете? Пишите в комментарии. Так и должно быть в каждом проекте в новостройке. Ответственность за пожарную безопасность. Ого! Пик инжиниринг. Да, расстояние, просто обратите внимание, минимальное. Интересный закуточек. Ну, заезд в паркинг и выезд. Хорошее проектное решение. То есть, ты вот такой выезжаешь. У тебя здесь машина припаркована. Тут едут, там едут. Тоже странно. У кого-то гараж свой. Вот тоже, да, смотрите. Обращаю внимание. Вот ограждающая конструкция есть. Провода, веревка есть. Штекеры, разъемы. Здесь уже ничего нет. То есть, сюда может зайти любой. Вот вам и закрытая территория. Тут паркинг. Небольшое количество машин и мест. Вот такой, друзья, жилой комплекс. Интересный. А как считаете, друзья, круто, когда у тебя вход и выход из гиперокей прямо у входа в твой дом? Вот оцените это. Я считаю, это реально очень круто. Вот прям вышел из дома. Идешь. Здесь сидят себе пиво, едят шаверму. Выходят с покупками и ты туда заходишь. Мое личное мнение, что ввели в эксплуатацию незавершенное строительство. Дом не достроен. А парты не достроены, не доделаны. Как так? Вопрос застройщику и к тем, кто выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию. Это госстроенадзор нашего города Санкт-Петербурга. Место такое для меня специфическое, потому что здесь безопасность, знаете, такая. Все открыто, заходи любой, ребенка так не выпустишь. Плюс апарты, где большое количество разного контингента будет останавливаться у метро и у вокзала Ладожская, чтобы дальше куда-то ехать в часы пик. Заневский так плотненько едет в обе причем стороны. Ну, кому-то нравится. Цена здесь, я считаю, достаточно высокая, потому что застройщика квартир 12 миллионов стоят. Их еще в наше время нужно купить. Но, с другой стороны, здесь, в принципе, все вот так достаточно дорого. Хотя можно было и продавать дешевле. Тогда, наверное, бы больше продали. Ну, уже как, соответственно, и есть. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok